Сотрудники городской прокуратуры провели проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и выявила немало нарушений. По результатам проверки в суд направлено 43 исковых заявления, которые были удовлетворены в полном объеме. Подробности в следующем материале. На протяжении 2012 года в прокуратуру города неоднократно поступали жалобы на некачественное предоставление коммунальных услуг, особенно на отсутствие тепла в квартирах. Найти прав, дал вместе с ней и утечку тепла, жильцы замерзших домов пытались как в управляющих компаниях, так и в ресурсоснабжающей. Но все попытки выявить виноватых результатов не принесли. Когда выходили на место, было установлено, что действительно ресурсоснабжающая организация «Теплоэнергетик» подает тепло в нужном количестве и под нужным давлением. Управляющая компания, наводив дом, принимает, готова принять это тепло и разнести его по жилым помещениям. Однако, с учетом того, что между домом и тем участком сети, который эксплуатируется теплоэнергетиком, есть небольшой аппендицит, за который никто ответственности не несет. В городе имеется множество участков, которые, как выяснилось, не обслуживаются ни кем. Инженерные сети, а они растянулись более чем на 10 километров, находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Многие трубы коррозия разъела полностью. Через эти повреждения тепло, которое должно было поступать дома, обогревало улицу. Для решения этого вопроса в целях оказания помощи гражданам прокуратурой было инициировано подача 45 исковых заявлений о признании тепловых сетей, части тепловых сетей, их участков бесхозными. Удовлетворение данных требований в суде привело к тому, что данные сети будут поставлены на баланс администрации города, после чего администрация определит лицо, которое будет нести ответственность за эксплуатацию данных сетей. Муниципалитет с этой проблемой знаком. В прошлом году началась работа по составлению реестра бесхозных участков. В этом году планируется завершить эти работы и отремонтировать все повреждения. Светлана Кельмак, Семячин, программа «Время местное».